Так, запись началась вроде бы, да? Всем привет, дорогие друзья, с вами Донни, и сегодня мы играем в GTA 5, реальная жизнь. Друзья, чем же мы сегодня, собственно говоря, займемся? Стоит у нас такой прикольный лансер. Напомню, мы его купили в прошлой серии. Конечно, он занижен, жесть. В общем, друзья, сегодня мы будем заниматься нашим лансером. Мы его купили в прошлой серии, и сегодня я хочу его по-полному прокачать, сделать полный фаж, изменить ему все внутренние детали, там, движок, трансмиссию, там, не знаю, по тормозам пройтись, да? Ну и внешне, то есть поставить крутой обвес, цвет поменять, что-нибудь такое, не знаю, еще поставить спойлер нестоковый, да, какой-нибудь другой. Так, садимся пока в лансер. Значит, какие у нас есть новости? Во-первых, друзья, мы заработали за одну ночь, ну, точнее, за одну ночь и за один день 150 тысяч долларов, причем ничего не делал, я просто отдыхал. Дело в том, что наш бизнес, наш картель и наш автосалон принесли нам 150 тысяч долларов, собственно говоря, то есть, получается, картель принес нам 100 тысяч долларов, а автосалон принес нам 50 тысяч долларов, так нам бы как-то выехать отсюда. Ой, плашные пробки в этом Лос-Антосе. Давайте я пробую сейчас просказнуть перед, точнее, после мусоровоза. Чувак пропустит нас? Надеюсь, да? Сейчас, друзья, мы поедем прямо к своему автосалону, и там мы будем прокачивать тачки. Дело в том, что, помните, мы угоняли Кадиллак, там какую-то купешку, да, какую-то мы угоняли, оп, мы проехали поворот, сорян. Мы угоняли купешку Кадиллак, и, короче говоря, его перекрасили, его переделали, выставили на продажу. Но если говорить точно, то не на продажу, а просто выставили его у витрины. Дело в том, что у него уже есть покупатель, в принципе, этот покупатель делал нам заказ на этот Кадиллак, да? Ну и, собственно говоря, думаю, что скоро мы его продадим и заработаем неплохие такие деньги. Думаю, что, в принципе, это такой неплохой заработок, да, у нас получается. Так, здесь, конечно, что у нас сейчас по времени вообще? Почему так сплошные пробки? Так, где мой телефон? Так, 2 часа дня сплошные пробки, офигеть, просто не проехать никак. Так, о чем я там говорил? Да, сегодня мы, во-первых, прокачаем, значит, свой лайнсер, а вечером мы поедем, значит, у нас сегодня гоночка будет опять. Но сегодняшняя гонка будет проходить уже в другом месте. Как мне сказал Джонни, эти стритрейсеры в одном месте не собираются в два раза, потому что это опасно. Ну, сами понимаете, там, типа, копы могут приехать, там, просечь где-нибудь, собираются и так далее. То есть, это очень опасно, поэтому они меняют постоянно место свои, то есть, где они проводят свои заезды. Так, мы сейчас быстренько заправимся и поедем прямо ко мне в автосалон и будем прокачивать сегодня наш лайнсер. Я прямо уже, о-о-о, предчувствую, что мы с ним сделаем. Да, это будет круто. Я, скорее всего, сегодня просто его покрашу в какой-нибудь один цвет, а уже, может быть, в следующих сериях я поставлю ему какой-нибудь винил, не знаю, что мы такое сделаем. Ну, чтобы он прямо выделялся на дороге, короче говоря. Так, слушайте, мне это уже надоедает, потому что сплошные пробки вообще никак не проехать. Давайте мы нарушим. Так, и нам нужно на заправочку. Вот так вот быстренько проезжаем, аккуратно, вот так вот. И сейчас мы быстренько заправимся и поедем дальше. Значит, какие еще есть новости? Еще есть такая небольшая беда, друзья, то, что нам у нас не нашли нашу Феррари. То есть, помните, у нас как бы копы, прикиньте, копы, да, угнали у нас Феррари. То есть, мы типа такие попали в аварию. Это было очень давно, на самом деле, уже серия, может быть, 5 назад. Мы попали в аварию, отдали копам денежку, чтобы они сообщили нам, где наша Феррари потом. Ну, я поехал домой, короче говоря, не было плохо. Вот, и я заплатил копу, чтобы он сообщил мне, где моя Феррари. Он забрал себе эту Феррари, кажется, просто, потому что коп слился, мне больше не звонит. Вот, мне нужно как-то найти. Джонни этим занялся, то есть, люди там, Джонни, то есть, Балласы, короче говоря. Они занялись поиском этой машины, моей Феррари. Ну, короче говоря, пока просто тихо. То есть, я думаю, что, скорее всего, этот коп спрятал, может быть, когда-нибудь в гараж к себе, я не знаю, мою Феррари, чтобы, вот, типа, сидеться. Ну, то есть, опытный коп, короче говоря. И есть такая проблема, чтобы тупо его, короче говоря, не найти. Вот, но, блин, надеюсь, что мы его найдем, потому что Феррари стоит больших денег, очень больших денег. То есть, если вдруг она даже разбита и не подлежит дальнейшей эксплуатации, то я хотя бы ее продам, ну, сами понимаете, там, на запчасти какие-нибудь, да. Или, ну, просто в робо починить. Но, друзья, просто обидно, там была Феррари и, как бы, все тупо пропало. Это так не делается. Я думаю, что мы этого копа найдем. Мне интересно, как сегодня будут проходить гонки, потому что в прошлой серии у меня было два заезда, и два заезда я выиграл. Я вообще был удивлен. Это было реально очень круто, очень мощно. И, ну, блин, офигеть, ну, прикиньте, два заезда я выиграл, причем у меня стоковая тачка. То есть, получается, что мой лайнсер, он просто занижен, и все, там больше ничего нет. Но мы так затащили, в принципе, все было отлично. Мы уже почти подъехали к нашему бизнесу. Сейчас будем уже прямо в тот бокс завозить наш лайнсер, да, прямо вот сюда вообще будем поворачивать. Так, приехали. Сейчас, ребятки, я поставлю лайнсер в гараж и продолжу запись. Ну что, мы отдали нашу тачку на прокачку, скажем так. И сейчас мы идем прямо в автосалон. Глянем, что у нас там изменилось. Там вроде как поставили наш кадиллак, или как там не кадиллак? Да, вроде бы кадиллак, который мы угоняли. Сейчас посмотрим. Значит, что по поводу тюнинга нашего лайнсера. Я отдал его на прокачку. Там изменят все возможные детали и перекрасят его пока в красный цвет. Потому что я хочу наложить на него граффити, точнее граффити, а винил, как из форсажа. Вроде бы, да? Какого-то там в третьем, что ли, форсаже. Вроде бы в третьем, да? Там они... А, нет, или во втором, или в третьем. Я не помню, друзья, в каком там форсаже. Короче говоря, там был красный лайнсер. Я уже забыл, какая-то часть форсажа. И форсаж ли это вообще? В комментариях, друзья, пишите, был ли форсажа такой красный лайнсер. И то я уже забыл, честно говоря. Так, ну что, мы заходим в автосалон. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Ну, друзья, вроде как мы, вроде как продали Discovery 4. И сюда уже пригнали новый Discovery 4. Так что у нас получается, что по факту, то есть машина продается. И ее сразу же пригоняют сюда вот новенькую, да, новенькую тачку. Так, ну здесь все так же, здесь пока без изменений. А вот и та самая тачка, которую мы угоняли в прошлой серии. Ее изменили, так перекрасили в черный цвет. Что в ней еще изменили, я, к сожалению, не знаю. Не спрашивал, честно говоря. Но я думаю, что, может быть, изменили там, типа, номер двигателя. Тут номера по-любому изменили, да. Здесь, в принципе, нет пока номеров. Сзади, может, есть, не знаю. Сзади есть? Не вижу. Есть там? Ну, вроде бы есть, короче, грани суть. Джонни тут по-любому поработал. И Диего наш, так сказать, управляющий. Ну, не управляющий, да, а менеджер по продажам, да. По-любому он чем-то здесь занимался с Кадиллаком. Так что, в принципе, пока все хорошо. Ждем, пока заказчик приедет за Кадиллаком. Но, друзья, пока нам делать, честно говоря, пока нечего. Мы ждем, пока нам сделают наш лансер. Вроде бы как через пару часов он будет готов. И тогда мы сразу же поедем его тестить. Будем гонять по городу. И к вечеру мы поедем на встречу уличных гонщиков. Ну что, друзья, на часах у нас сейчас... Сколько на часах? Сейчас посмотрим. Где мой телефон? Так, достой телефон. 7 часов вечера. А это означает, что у нас готов наш лансер. Ну что, пойдемте заценим. Я прямо в предвкушении увидеть его. Так, отсюда пока не видно его. Сейчас мы спутимся и там посмотрим. Фу, какой же у нас будет лансер. Ну, прям интересно, интересно, интересно. Так, спускаемся. Ого, я его вижу. Я его вижу. Вот это, вот это, да. Вот это интересненько. Так, вот это прикольно. Ого, друзья, вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Пока он, конечно, в этом красном цвете пока скучно выглядит, согласен. Но потом я наклею на него винил. И будет просто все очень-очень круто. Так, что нам сделали? Во-первых, нам изменили обвес. То есть нам изменили передний бампер, юбку, задний бампер. Когда поставили спойлер другой, я вижу. Нам поставили катки. Значит, нам исправили подвесочку. То есть вижу, она теперь, конечно же, занижена все равно, но уже более умерена. Так, ну, внешне, честно говоря, пока я ничего больше не вижу. Может быть, потом я что-нибудь еще изменю. Потому что пока моя фантазия, она больше не разыгралась. Сейчас мы садимся, сейчас мы ее заведем. Так, ну-ка, ну-ка, заводим. Так, ну, по звуку пока я, честно говоря, изменения особо не вижу. Так, выезжаем. Еще есть офигенная новость, что у нас в лансере стоит режим, так сказать, дрифтинг и дорога. То есть помните, у нас в Сильве стоял такой режим, при нажатии которого можно было переключиться в дрифт режим. Здесь есть то же самое, то есть это вообще офигенно. Так, мы втапливаем. Так. Ну, машина стала более резко. Вау-вау, тихо-тихо, без паники, без паники. Слушайте, машинка стала резко. Так, здесь никого нет, можно ехать, я думаю, да? Сейчас нам нужно выехать на шоссе и затестить напрямую наш лансер. Слушайте, я прям слышу, как у нас изменился выхлоп. Знаете, такой прям раллийный выхлоп получается. Прикольно, прикольно. Я думаю, что потом я запущу квадрокоптер, и мы заценим наш лансер все вместе во время езды. То я, честно говоря, уже хочу его записать во время езды. Так, где бы нам выехать на шоссе? Где здесь заезд на шоссе-то есть, я уже не помню. А, нет, все помню. Так, гоним, гоним, гоним. Нарушаем, но я думаю, что нам можно. У нас полностью вкачаный лансер, да? Тем более, мы зарабатываем неплохие деньги. Я думаю, что можем и на пару штрафов нарваться. Буквально на чуть-чуть. Ну, зашипись. Ну, вот даже между машинами не проехать. Какой-то грузовик стал прямо вот посредине двух полос. Поворачиваем направо. И сейчас у нас будет шоссе. Прямо вот здесь, да, буквально? Я ведь прав, да? Здесь есть заезд? Да, вот, все. И, друзья, втапливаем. Погнали. Ну что, лансер, покажи себя. А, я думаю, что да, мы вечером поедем. Конечно же, погоняем. Это будет просто офигеть как круто. Потому что если мы настолько в лансере могли выиграть неплохих гонщиков, то я думаю, что теперь-то мы будем точно всех рвать. Хотя, конечно же, не уверен, но посмотрим. Так, аккуратненько. Ну, пока стоит сказать, что мне очень нравится. Мне очень нравится мой лансер. Там авария, что ли, была сзади. Я только не понял. Так, ладно, едем. Главное, чтобы нам никого не вредаться. Так, давайте мы сейчас поедем в док. Поедем в доки. Там никого нет. Ну, смотрите, просто офигеть. Это что, трафик? Здесь просто, блин, не проедешь. Здесь какой же плотный трафик, офигеть. Я думаю, что погонять можно лишь где-нибудь в Сенди Шорст. Потому что здесь, ну, прям, ну, очень много машин. То есть, смотрите, просто здесь такой плотный трафик. Ну, посмотрите, просто, ну, офигеть. Просто офигеть. Так, прыгаем. Сейчас будем уже, наверное, с этого типа шоссе, да? Ага. Просто сплошные грузовики. Просто не продохнуть, да? Так, съезжаем с этого злополучного шоссе. Так. Сейчас я остановлю, запущу квадрокоптер. И мы посмотрим на нее издалека прямо. Так сказать, сзади, да? Так, останавливаемся где-нибудь здесь вот аккуратненько. Вот так вот паркуемся. Так, сейчас я запущу квадрокоптер и я продолжу. Ну что, я запустил квадрокоптер, включил дрифт-режим, друзья. Так что сейчас будет просто офигенно круто. Так, ну что, стартуем. Стартуем, стартуем. Погнали. Так. Тихо, тихо, тихо. Я уже дрифтить-то разучился. Аккуратненько. Аккуратненько. Вот так вот. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Без паники, самое главное. А то, знаете, машина-то пока новая, да? Вообще, я к ней не привык. Вау. Тихо, 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 тихо. Мне так нравится, друзья. Ты так скучал по этому дрифтингу. Не дрифтил, наверное, серии, может, 15, может, 20 даже. Я уже не помню, сколько я не дрифтил. Вау. Тихо, 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 тихо. Не разбиться. Я очень много раз сказал слово тихо, но я очень боюсь разбить наш лансер. Потому что такой пока, наверное, у Лос-Антоси всего один. Так. Давайте сейчас... Буквально немножко. Ого, объехал конус. Мне повезло, мне повезло. Вот здесь какой-то шланг, да? Слушайте, я думаю, что здесь надо будет как-нибудь погонять с Джонни, потому что здесь никого нет. Это вообще очень прикольно. То есть можешь чисто для своих, да, то есть между своими пацанами погонять. Вау, так, вау, тихо, 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 прикольно. Еще конусик так объедем. И давайте мы еще так вот объедем. Вот так вот. Вот так вот наш лансер умеет. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Лансер, да, друзья? Вот это я реально понимаю. Так, и выезжаем дальше. Поехали. Так, вот так вот делается. И здесь куда ехать-то, чтобы не разбиться нигде. Так, я думаю, что можно здесь проехать, да? Так, ну я думаю, что, друзья, на самом деле, хорош сжечь резину, да, потому что у нас запасного комплекта нет с собой. А нужно еще сегодня гонять. Так что я убираю квадрокоптер и выключаю дрифт-режим. Ну что ж, было реально прикольно, друзья. Думаю, что вы тоже оценили. И теперь мы выезжаем к месту встречи гонщиков, да, уличных гонщиков. Так, поехали. Вроде как они встречаются за пределами Лос-Антоса. То есть сегодня, видимо, очень плотный трафик в городе. И поэтому сегодня гонка проходит вне города, короче говоря, да? Потому что помню, что прошлая гонка была прямо на окраине города. А теперь прямо вот вообще даже, наверное, можно сказать, что почти в Сэнди-Шорс. Так что нам нужно успеть доехать до начала заезда. Так, а у нас потихоньку заканчивается топливо. И это не круто просто-напросто, потому что, друзья, мне сегодня еще гонять в гонках. Я думаю, что по пути нам стоит заправиться. Я надеюсь, что у нас будет где-нибудь заправочка по дороге, и мы заправимся. А то мы, как в прошлый раз, с трудом доедем до заправки. А не, мы же не доехали, я помню. О чем это я? Конечно же. Мы же не доехали, мы заглохли. В тот день ко мне подъехал мужик и помог мне с бензином. У него была, так сказать, канистра, и он заправил мне буквально пару литров, и мне хватило, чтобы доехать до дома. А вот мы, друзья, и подъехали к месту встречи стритрейсера. Вот это да, вот это я понимаю. Так, там уже какой-то заезд начинается. Слушайте, интересно, интересно. Впереди я вижу R8. Это прям завораживает, скажем так. Давайте мы где-нибудь здесь машину поставим. Давайте мы осмотримся, что у них здесь есть вообще. Давайте так, чтобы никому не мешать. Так, что у нас здесь есть? Убираем оружие. Какая-то старая тачка здесь стоит, непонятно. Нежели на ней можно особо погонять. Хотя, может быть, там внутри стоит офигенный движок, кто знает, кто знает. Так, что у нас здесь? Здесь какой-то, слушайте, какие-то встречи ретро-машин, что ли? Ну, кроме R8, да? R8 прям вообще бомбезнейшая. И тут это масокар, это я понимаю. Так, это что? Тоже какой-то ретро-кар, не знаю, что за машина. Это вообще какой-то семейный минивэн. Вот это прикол. Слушайте, даже не знаю, не знаю. Давайте мы кого-нибудь вызовем. Слушайте, хочу погонять, наверное, с R8. Потому что вроде как мы уже можем себе позволить с ним погонять, да? Хотя давайте мы подождем, кто-нибудь еще сейчас приедет. Короче говоря, друзья, не успел я себе выбрать оппонента, как меня уже вызвали на гонку. Так, ну что? Ну что, давайте мы поедем на старт. Даже интересно, что нас сейчас ждет. Так, аккуратненько так выезжаем. И поехали на старт. Это мы против семейного минивэна будем гонять? Серьезно? Вот это новости. Вот это реально новости. Ха-ха. Прикольно. Так, здесь какие-то чуваки сбивают конусы. Нафига их сбивать, непонятно. Так, паркуемся. И так, немножко отъедем назад, да? Так, вот ждем. Я готов. Так, на меня поставило два из трех. Так, я не вижу, где там. Блин, выстрел был. Поехали, 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 поехали. Так, ну я его сразу же обгоняю, короче говоря, да? У него семейный минивэн, и он мне сразу же проигрывает. Так, ну друзья. Уау, тихо-тихо, не царапаться, не царапаться. Едем. Так, аккуратненько, аккуратненько. Слушайте, офигенная маневренность. Это я понимаю. Слушайте, офигенный лансер. И дрифтит классный. И маневренность просто на уровне. Так. Уау-вау, тихо-тихо, опасные, опасные повороты. Так. И, я понимаю, тоже финиш, да? И финиш. Так. Я приехал первый, друзья? Я выиграл, по идее, да? Ждем пока поедет минивэн. Ну, чувак, конечно, на минивэне жестко так поехал просто против меня. У него даже минивэн, ну, какой-то такой ретро-минивэн, да? То есть, как будто из 90-х. Мы заработали 400 баксов. Это, конечно же, ни о чем просто. Просто ни о чем. В сравнении с тем, что мы как бы умеем зарабатывать. Ну, ладно, хоть как-нибудь, а то неплохо. Так, ну, давайте пока есть у нас бензин, поедем. Мы еще с кем-нибудь погоняем, да? Давайте мы вызовем Р-8 на гонку. Я прям хочу с Р-8 погонять. Так, ну что, мы вернулись к месту встречи. Так, ну давайте мы выберем, наверное, Р-8, да? Хочу с Р-8 погонять. Так, чувак, будешь гонять со мной? Ну, давай мы с тобой погоняем. Так, все, я тебя вызываю, да? Так, ну, по идее я его вызвал, сейчас посмотрим. Так, здесь два Р-8. Слушайте, я прям Р-8 какие-то часто прям гоняю. Слушайте, что у него с капотом? Чувак, ты же с капотом странная, непонятная, да? Так, ну ждем в своей очереди. А, все, моя очередь уже подошла, да? Интересно. Так, где моя тачка? А, вот моя тачка, я потерял. Так, ну, друзья, поехали. Прям интересно, смогу ли я обогнать сейчас Р-8. Тихо, чувак, какой-то опасный, да? Давай, ты будешь ехать, нет? Чувак, какие-то странные маневры выполняет. Так, мы едем с ним на старт. Фуф, ну, надеюсь, что сейчас я смогу затащить, потому что, по идее, против Р-8 это гонять вообще жестко, да? По идее, эта машина уровня, помните, мы гоняли с компанией Liberty Walk. Так, ну что, я готов. Чувак колеса разогревает. На меня поставил всего один человек из шести, да? Или из пяти даже. Так, ладно, поехали, поехали, поехали. Вот ему мешают же, да? Ну, прикиньте, ему же помешали, по идее. Хотя, это, конечно, у него особо-то скорость не отняло. Он с ноги прямо сзади меня. Но те гонщики ему, конечно, очень сильно сейчас помешали. Так что, даже хз, хз. Мне кажется, заезд очень несправедливый получился. Ну, мне кажется, что мне такое дали небольшое преимущество по самое начало. Так, и мы в итоге побеждаем. Сейчас давайте выберем кого-нибудь. Никто больше не приехал. Новенький, интересно, да? Никого нет. Так, вот я вижу, стоит редфлок впереди. Да, и стоит у нас маслкар такой вот. Кого вызовем? Давайте вызовем маслкар. Мне прям против маслкара хочется погонять. Так, ну что, ждем своей очереди. Так, ну, моя очередь пришла. Едем к старту. Давайте последний заезд на сегодня. И будем пока завязывать. Потому что нам нужно еще как-то доехать до дома. Бензин очень меньше и меньше. Так, где наш старт? Все в том же самом месте. То есть мы... Почему-то я стартую каждый раз с правой позиции. Прям интересно стало, почему. Так, ну что. У нас идут ставки. Сделаны три ставки. И две ставки на меня. И одна против меня. Ну что. И старт. Да, поехали, поехали, поехали. Вот это старт. О, маслкар. Тихо, тихо, он меня прижимает. О, зараза. Он меня прижал просто к бортику. Мне пришлось немножко потормозить. Чувак, чувак. О, нифига себе, здесь все эти едут. Слушайте, это реально было очень неорганизовано. Так. Маслкар. Мне нужно его обогнать. Так, обхожу по внутренней. Точнее, по внешней. Вот так я его обошел. Вот это было четко. Вот это четко. Это прямо маневренность дала у лансера. Просто офигенная. Так. Здесь уже буквально осталось совсем чуть-чуть. Давай, 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 лансер. Вау, тихо, тихо, тихо. Не вредаться. И мы опять, слушайте, финишировали первые. То есть я что-то уже три гонки подряд сегодня я приехал первые. Вчера все гонки я приезжал первые. Слушайте, офигенно круто. Ну, я думаю, что на сегодня можно, в принципе, заканчивать уже по часам у нас сколько время? Уже почти 10 часов. Уже полдесятого. Думаю, что можно ехать спокойно домой. По дороге я заправлю. Друзья, я думаю, что я не буду снимать дорогу домой, потому что там ничего интересного я вам особо-то не сниму. Сейчас, да? Так что я думаю, что сейчас я потихоньку заканчиваю запись. Надеюсь, друзья, что вам эта серия понравилась. И вам особенно надеюсь, что понравился наш лансер. Потому что вроде как он удался на славу. Я его еще, конечно, перекрашу. Поставлю ему какой-нибудь прикольный винил. Такой с оттенком красного, да, чтобы он был. И я думаю, что машика будет просто офигенна. Она у нас и дрифтит, и дорогу держит офигенно. Так что, друзья, машина вроде как удалась. Ставьте лайки, если вам эта серия понравилась. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok